Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И я сегодня расскажу вам, какие растения на зиму не обрезаем. Во-первых, вспомним про древовидные пионы. Я когда-то рассказывала про них, я говорила о том, что главное правило обрезки – это не обрезать. Почему? Потому что почки заложились в цветочное еще летом. И если мы сейчас начнем никчемную обрезку, то весной мы цветения не дождемся. Придется ждать еще сезон. Затем вспоминаем наши замечательные рододендроны. Любых видов, любых сортов рододендроны имеют такую же историю, что цветочные почки у них закладываются в течение сезона и зацветают весной либо летом. Поэтому, если вот так вот чешутся руки, то мы делаем только санитарную обрезку в осенний период. Мы обрезаем ветки, которые сильно загущают крону, как нам кажется, либо мы обрезаем поврежденные, заболевшие. Ну а в остальном предоставим растению расти, так как оно запрограммировано природой, и в этом будет его красота. Потому что именно рододендроны, древовидные пионы, они формируют очень красивые, такие изысканные кусты с правильными изгибами, которыми можно любоваться и в безлиственном состоянии. Не будем обрезать мы косточковые породы. Это все то, что относится к роду под названием прунус. То есть наши сливы, вишни, абрикосы, эту работу мы оставим на весну. Ну и здесь уже другая причина кроется, потому что в осенний период при обрезке, конечно же, образуются не то чтобы ранки, но открытые ходы для любой инфекции. И в этот период начинает бушевать в осенний специализирующийся именно на косточковых породах бактерия, которые быстренько проникают в эти раны и приводят к поражению. И весной вместо буйного цветения и затем урожая мы наблюдаем сильное поражение бактериальными болезнями. Весеннее такое красивое растение кустарник форзиция. Она тоже имеет свойство закладывать цветочки в текущем сезоне и цветет на побегах прошлого года. Поэтому обрезая куст форзиции, мы лишаем себя удовольствия наблюдать невероятное солнечное весеннее цветение. Но с форзицией другая история. Она же может давать такие мощные побеги. И если сад ваш небольшой, то она заполонит его одну четверть так точно. Поэтому все-таки обрезаем. Но обрезаем когда? Спустя две недели после цветения. Это касается и наших косточковых культур. И некоторых других растений, которые цветут весной. Две недели прошло, две-три недели. Мы делаем обрезку, либо формирующую, когда мы ограничиваем рост побегов, либо искореняющую, когда мы убираем старые побеги. И таким образом формируем наше растение, чтобы оно не заполоняло пространство и не мешало другим растениям. Так же поступаем и сиренью. Цветение прошло. Образовались, начинают образовываться, уже закладываются семена у некоторых сортов. Некоторые и не завязывают семена. Но все равно мы эти отсветшие соцветия обязаны обрезать. И если мы хотим проводить еще какую-то обрезку, то мы должны для себя ставить какую-то цель и средства, какими мы будем эту цель осуществлять. То есть, либо мы ухаживаем просто, убираем больные части, либо мы формируем как-то. Ну, сиренью там все как бы понятно. Растет она большим кустом, если мы ее не будем трогать. И, в принципе, вот эти отсветшие соцветия, они сильно на следующий год портить не будут вид, если не присматриваться. Но если присмотреться и начать ограничивать, то надо это сделать спустя пару недель после цветения. Следующее растение – это гортензия красавица, которая крупнолистая. Другие гортензии можно обрезать, но вот крупнолистная, она цветет на побегах прошлого года. Вот эти побеги мы должны будем непременно сохранить. А после того, как отсветут эти соцветия шапки, то мы просто обрежем сверху само соцветие. Но ни в коем случае мы не начнем заниматься обрезкой грубой вот этих вот побегов, потому что их нам надо сохранить под укрытием. Но это же относится и к тем растениям, которые в зиму должны войти с вызревшими побегами. Если вдруг мы в сентябре месяце начинаем обрезку кардинальную, то тогда еще успевают, в силу того, что почва прогрета, и все ростовые процессы идут еще, начинается рост молодых побегов, которые непременно зимой замерзнут, и после этого растению придется долго восстанавливаться. И мы будем ждать уже следующий сезон, чтобы полюбоваться его цветением. Сейчас очень модно стало популярно такое растение, как магнолия. Например, магнолия звездчатая, которая в наших условиях замечательно себя чувствует, зимует и дает хороший прирост и цветение. Магнолия очень плохо реагирует вообще на обрезку, поэтому если цветочки вам мешают, то их мы обрезаем. Ну а в целом надо дать растению волю, чтобы оно формировало ту крону, которая заложена природой, и в этом будет ее красота. И обрезанная магнолия на зиму может дать снова же невызревшие мелкие побеги, которые в дальнейшем будут ее сильно ослаблять. Ну и если вспомните, когда-то у нас была беседа по поводу многолетников обрезать, не обрезать, там очень многое рассказывало. Однозначно мы не будем обрезать зимние зеленые, вы помните, там, допустим, бадан, барвинок. Единственное, что будем регулировать их рост, ограничивать как-то их рост, но обрезку производить не будем. Много растений, у кого есть альпийские горки, почвопокровные растения, многие также сохраняют свою листву. То есть зимние зеленые, вечно зеленые мы не обрезаем, потому что это очень будет ослаблять растения, особенно к зиме. Ну и весной, да, что-то отрастет, но вид будет неказистый, и удовольствия мы не получим, а может растение и вообще погибнуть. Потому что еще пока происходит вегетация, пока не наступили заморозки, то происходят процессы фотосинтеза и накопления питательных веществ в корневой системе, что будет способствовать хорошей зимовке. Думайте, когда подходите к растению, резать его или не резать. Удачи вам, до новых встреч!